Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар «Правильный понедельник», тему которого предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим совершенно разные тематики по разным финансовым инструментам. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, это неделя. На какие события в целом нужно ориентироваться? Во-первых, это отчет ОПЕК по соотношению спроса и предложения по уровню нефтедобычи, который мы ожидаем завтра. Котировки нефти и в целом бренды WTI – это инструмент, который я пока что продолжаю шортить, потому что считаю, что куда больше шансов у нас в ближайшие дни увидеть котировки бренда ниже 80 долларов за баррель. И очень рассчитываю на то, что отчет ОПЕК этому будет способствовать. Ключевой релиз этой недели – это данные по индексу потребительских цен США. Этот отчет выйдет также во вторник и станет основным индикатором для американского регулятора в принятии решения по ключевой процентной ставке. Также очень много будет британской статистики в рамках недели, поэтому я предлагаю в ближайшие дни рассмотреть пару фунтов долларов, чтобы добавить в наш портфель и активно за ней последить. В четверг будет очень много американской статистики, индекс цен производителей, по сути промышленной инфляции, первичные заявки на пособия по безработице и роничные продажи. Поэтому скучать не придется даже под конец торговой недели. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 102.70. Локальный минимум прошлой недели в пятницу был 102.29, после чего покупатели вернулись на рынок и сейчас вроде бы с азиатской сессии интерес к доллару остается повышенным. Данные по американскому рынку труда. Отчет Non-Farm Perils, который вышел в пятницу, занятость выросла на 275 тысяч, прогноз предполагал рост на 200 тысяч. Другие компоненты отчета показали, что средние заработные платы выросли, точнее снизились с 4,4 до 4,3 процентов, а уровень безработицы вырос с 3,7 до 3,9 процентов. Многие считают, что динамика роста новых рабочих мест это может быть один из самых важных индикаторов, на которые нужно обращать внимание. Если вспомнить риторику Паула, который каждый раз, когда выступает, комментирует ситуацию на рынке труда, он много раз отмечал, что пока рынок труда будет прогрессировать, конечно же американский регулятор будет удерживать ставку высокой. Сильный рынок труда доказывает то, что и экономика в целом остается сильной, а значит в ней есть все еще прежние предпосылки и тире риски и страхи относительно того, что инфляция может остаться на удивление высокой. Риторика Паула во время его выступления в Конгрессе перед Банковским комитетом и Палатой представителей с прошлой недели ничего нового нам не привнесла, но при этом никаких мягких комментариев, мягкой риторики озвучено не было. Паула повторил привычные известные нам тезисы о том, что все зависит от макроэкономических данных, то, что экономика избежит экономического оспада и точно жесткой посадки, то, что ставка достигла пика и в этом году начнет снижаться. Ну, согласитесь, мы это знали до выступления Паула в Конгрессе. Вероятность снижения ставки по данным FedWatch Plus в июне составляет сейчас 57%. Это практически точно столько же, сколько мы наблюдали с разницей в 1% до выхода данных по нон-фарм-перлеса. Поэтому я считаю, что если объективно дать оценку фундаментальному фону прошлой недели, он не стал более располагающим для того, чтобы широтить американскую валюту. Более того, мы получили подтверждение того, что американский регулятор не поставил на повестку ближайших заседаний вопрос обсуждения снижения ключевой процентной ставки, а данные по рынку труда, которые вышли в пятницу, напротив, даже отодвигают период и сроки начала вот этого изменения монетарной политики, которой привык рынок. Я сохраняю, друзья, длинные позиции по доллару. Считаю, что американская валюта сможет выбраться снова выше отметки 103.50 и поближе к уровню 104 уже в ближайшей торговой сессии. Золото 2181 доллара за тройскую унцию. Рыночный сантимент сейчас изменился. Ну, не сильно. 60% трейдеров, то есть большинство остается в продажах, но это не такое большинство, как было на прошлой неделе, когда у нас распределение было 20.80. То есть сейчас рынок становится более стабильным. И я полагаю то, что какая-то волна роста, за которой мы наблюдали в последней торговой сессии, она на текущем этапе, возможно, исчерпала свой потенциал. Я снова призываю тех, кто рискует, все еще сидит в длинных позициях, рассмотреть возможность хотя бы частичной фиксации результата, потому что ралли было выдающимся. По ожиданиям по золоту, если оперировать на другие индикаторы рынка, отчет CFTC, Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами. Очень резкий всплеск интереса со стороны институционалов на прошлой неделе, что является следствием состоявшегося ралли. И текущее количество совокупных контрактов длинных позиций уже 191 тысяча, против прошлого показателя 141 тысяча. Десятилетние трежи из доходности американских облигаций резко снизились, и теперь составляет 4,06. В текущих условиях вроде бы как идеальная картина для того, чтобы золото продолжило расти. И вы знаете, я разделяю точку зрения того, что золото может протестировать 2200 и оказаться выше. Я почти уверен, что мы увидим золото на более высоких значениях. Но есть очень высокая вероятность коррекционного отката, не слома тенденции. И чтобы впоследствии зайти по более интересным уровням, возможно сейчас после ралли, которое продолжалось больше недели, уже все-таки экономические целесообразия, наверное, фиксировать результаты достигнутых позиций. Евро против доллара 1,0940. Я сохраняю пессимистичный прогноз по евро. Итоги заседания Европейского центрального банка. Напомню, что показатель экономического роста прогноз по ОВП был ухудшен с 0,8% до 0,6%. Прогноз по инфляции был снижен с 2,7% до 2,3%. И это условие к тому, чтобы Европейский центральный банк начал вскоре смягчать экономическую политику. Я думаю, что если ЭЦБ будет тянуть до июня, они совершат очень большую ошибку, потому что экономика ЕС лишь чудом избежала рецессии в том году. Общий экономический рост составил на 0,1%. И если не начать ослаблять условия корритования, то в конечном счете она может легко оказаться в рецессии. Фунт против доллара 1,2850 текущей котировки. Ну, давайте дождемся первых релизов в рамках этой недели. Они будут уже завтра, и там уже будем принимать решения. Американский фондовый рынок. На фоне снижения доходности американских обликаций я почти уверен, что следующей целью для S&P будет значение 5200-5300 пунктов. Биткоин 68710. Мы ждем уже закрепления выше 70 тысяч. Ожидание халвинга, которое намечено на следующем месяце будет оказывать поддержку всему сектору и рынку криптовалют. Напомню, что после халвинга резко снизится вознаграждение для майнеров и увеличится себестоимость добычи одного биткоина. Майнеры уже придерживают значительное количество биткоинов, не реализуют их на биржевом рынке, потому что рассчитывают, что впоследствии смогут продать их по более высоким ценам. И именно факт изменения сейчас настроя майнеров касательно действий именно на биржевом рынке уже стал причиной значительного оттока биткоинов с биржи, в частности, в долларом эквиваленте биткоинов было выведено примерно на 2,5 миллиарда долларов. Это очень много, это самый высокий показатель бегства биткоинов с рынка за последние 5 лет. Предложение снижается и, конечно же, на этом фоне ралли может продолжиться. Доллар иена 147 иен за 1 доллар 13 марта, то есть уже на этой неделе, состоятся долгожданные весенние переговоры, ну, относительно, скажем так, весенняя, такая формулировка, по заработным платам между представителями профсоюзов и их бизнеса, где будут обсуждать динамику заработных плат. И этот показатель будет иметь определяющее значение для американского, точнее, для японского регулятора в вопросе изменений и критировки монетарной политики. Собственно, об этом говорил уже у ЭДА, именно того, какое значение будет по заработным платам. Оно станет основой для прогнозирования изменения общего показателя индекса потребительских цен и позволит Банку Японии принять решение, когда же нужно начать получать ключевую процветную ставку. Я пока за мягкую экономическую политику и сам факт того, что японская экономика оказалась в рецессии, доказывает то, что стимулы нужно сохранить. Поэтому потенциал роста пары по-прежнему сохраняется. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!